Сегодня свой репортаж мы начнем с визитной карточки Женевы. Это знаменитый фонтан. Он был построен в 1891 году. В 1951 его подняли до нынешней высоты 140 метров. У выхода из сопла скорость труи достигает 200 километров в час. Каждую секунду прокачивается 500 литров воды. Фонтан хорошо видно из окон виллы Лагранж и Овив, где 16 июня, как вы уже знаете, пройдет саммит президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена. Женевский фонтан в ночь с 16 на 17 июня окрасится при помощи подсветки в цвета государственных флагов России и США. Ан-Клод Стайнер, официальный представитель индустриальной службы Женевы, в ведении которой находится фонтан, сказала, что так Женева будет приветствовать встречу в верхах, поскольку расценивает ее как очень важное событие для Женевы. И фонтан будет освещен с вечера 16 до 4 утра 17 июня. И сегодня в 16.15 Джо Байден прибыл в Женеву для встречи с Путиным. В аэропорту американского президента встречали президент Швейцарии Гипар Милен и председатель женевского кантонального правительства Серж Даль Бюско. В делегацию США, в частности, вошел госсекретарь США Энтони Блинкен и советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан. Первая леди США Джил Байден не приехала в Женеву. Как вы помните, я упомянула в одном из первых дней, что МИД Швейцарии начал подготовку программы для первых леди. Однако непонятно было, кто, как первая леди, приедет со стороны России, поскольку у Путина официально нет жены. Получается, жена Байдена сделала реверанс в сторону России, чтобы Россия без первой леди не выглядела неуклюже. Жена Байдена отказалась ехать. В состав делегации не вошел глава Пентагона Ллойд Остин. Как ожидается, президент США будет передвигаться по Женеве в лимузине номер один. Это уникальный кадиллак весом 3,5 тонны. Он бронирован, обеспечен защитой даже на случай химической или биологической атаки. То есть, обратите внимание, если раньше было просто на случай взрыва, то теперь еще и биологическая атака учитывается при создании кадиллаков для президентов. По данным швейцарских СМИ, Байден остановился в отеле «Интерконтиненталь». Мы этот отель вам показали два дня назад. Показали также секьюрити и полное обеспечение бетонными блоками, которые встанут на выездах и въездах в соседние улицы. И здесь же, сегодня вечером, президент Джо Байден встречается с президентом Швейцарии. Швейцарские СМИ сообщали, что для обеспечения безопасности в Женеве планируется задействовать почти 5000 сотрудников. Это и полиция, и военные. Кроме того, военные в случае необходимости уже поставили на набережную 10 единиц бронетехники. На прошлой неделе швейцарское телевидение также просило жителей Женевы отказаться от посещения офисов в день саммита и работать дома. Мы вам тоже об этом говорили, давали объявления с официального сайта правительства кантона Женевы и Женевы как города. Городские власти опубликовали еще и карту, которую тоже мы вам уже показали. Карта безопасности, периметр безопасности. И в эту зону вошел весь парк Ля Гранж, парк Овив, пляж и также часть акватории Женевского озера. Даже в Анси, а это 40 километров от Женевы, парапланеристам запрещено летать 15, 16, 17 июня. Так как этот периметр запрещен для полетов. Это 25 миль вокруг ООН, а у нас сегодня для вас уникальная видеосъемка патрульного военного катера в акватории Женевского озера. Также удалось заснять открытые ворота виллы Ля Гранж, охранную черную собаку породы ретривер. Такую же, как у Путина, когда он встречал Ангелу Меркель в своей ставке Новогорёва. Это Рублёво-Успенское шоссе в Москве. Достопримечательностью сегодняшнего похода на набережную Женевского озера является объявление. Мы сейчас вам его показываем. Читайте внимательно. Написано. Вы входите в зону, охраняемую военными. Если вы услышите предупредительный окрик «Хальт! Стоять!», вы должны немедленно остановиться и следовать инструкциям отряда. Отряд, это имеется в виду военный отряд, имеет полномочия полиции. В крайнем случае отряд имеет право применить оружие. Это событие выходит за рамки всех предыдущих событий. Никогда такого не было. И вдруг опять, как говорил незабвенный Черномырдин. Я Таня Карацуба, Сиитбургхан.